Коллеги, рад всех приветствовать в такое раннее время. Рад, что нашлось много людей, которым интересна эта секция. И хотел бы представить наших сегодняшних участников. Ну, регалии называть не буду, все и так уже знают. Аристархов Иван Владимирович. Драбаденко Константин Валерьевич. Смышляев Станислав Витальевич. И Милузов Антон Сергеевич. Собственно, сегодня у нас интересная тема. Дискуссионные вопросы PKI. Но поскольку все мы друг друга хорошо знаем, хочу предложить такой немножко смелый формат. Я буду задавать вопросы, на них не обязательно отвечать. Можно вопрос возвращать мне или передавать другу. То есть такие опции есть. Общаемся в абсолютно непринужденной манере. И, возможно, по итогам дискуссии мы какие-то интересные вопросы, открытия для себя сделаем. Собственно, первый вопрос, который хотелось бы обсудить. Актуальные проблемы PKI в Российской Федерации и пути их решения. Что в настоящее время зарегулировано, но не выполняется? И что требует регулирования? Этот вопрос немножко пересекается с тем, который обсуждался вчера. Но если вчера мы обсуждали такую более стратегическую повестку, то сейчас хотелось бы поговорить о практических вещах. Может быть, что-то мы в этом найдем. И первый вопрос я хотел бы задать Ивану Владимировичу. Иван Владимирович, как представитель лаборатории, с какими трудностями сталкиваются организации, которые приходят к вам за помощью в сертификации или оценке влияния? Андрей Андреевич, вопрос, что называется, не в бровь, а в глаз. То есть это очень актуально и требует обсуждения. Вот вчера, значит, мы базируемся на итогах ключевой дискуссии, для того чтобы мы кирпичико за кирпичиком от фундамента вверх встроили здание. И все сегодняшние вопросы, которые мы будем обсуждать, я так понимаю, они как капли воды будут отражать содержание ключевой дискуссии. Теперь, значит, относительно проблем. Ну, поскольку мы понимаем, у нас существуют проблемы в нормативной правовой базе, она то опережает технические решения, то отстает, то всегда какие-то возникают проблемы, но они, на мой взгляд, не являются антагонистическими, но их надо решать. Значит, когда, вот, зачем обращаться вообще в лабораторию? Для того, чтобы, значит, в пределе получить либо сертификат, либо заключение регулятора о том, что изделие, там, серверная платформа или мобильное приложение, или еще что-то является защищенным. А защищенность, значит, ну, дайте о мобильном приложении говорить, поскольку, как бы, в последнее время ожидается взрывной рост числа мобильных приложений, и они все должны быть защищены. О чем вчера очень доходчиво нам говорил Александр Павлович Баранов. Вот, значит, когда становится приложение заключенным, защищенным, не в тот момент, когда в него что-то строили, а в тот момент, когда подписали соответствующее заключение. Ну, это вот формальная сторона дела, и без этого никуда не уйдешь. За этим приходят в лабораторию. Но тут вдруг оказывается, что в 35-м пункте ПКЗ-2005, значит, там есть разработчик из КЗИ и специализированная организация, но нету разработчика мобильного приложения. И это создает определенные проблемы, потому что, значит, в силу сегодняшних реалий, разработчик мобильного приложения, он не обладает нужным набором знаний для того, чтобы правильно сформулировать требования к его будущему продукту. И здесь, как бы, роль лаборатории становится очевидной и очень большой. Мы все время пытаемся этот вопрос урегулировать в рамках создания соответствующего технического задания. Но работа эта актуальная и тяжелая. А, значит, вот если обратиться опять к ключевой дискуссии, то слово специализированная организация в ней прозвучало только один раз, хотя дискуссия была огромная. То есть, вообще, из внимания выпадает деятельность специализированных организаций, а она, как бы, в вопросе получения заключений является ключевой. Поэтому, мне кажется, здесь требуются какие-то, ну, либо нормативные, либо методические действия, вот, чтобы этот вопрос урегулировать. И роль испытательная лаборатория была поднята немножко повыше, вот. И, значит, чтобы испытательная лаборатория заняла достойное место в этом процессе. И вот поскольку у нас введено правило передачи вопроса другу, я вот хочу этот вопрос Константину Валерьевичу дальше передать. Такс, Леонидович, если несложно. Спасибо. Ну, на самом деле, Иван Владимирович, как я понимаю, ваш вопрос связан, естественно, с попыткой нового подхода к разработке средств криптографической защиты информации для массового использования, который, видимо, должен подразумевать, что разработка СКЗИ должна вестись одновременно с разработкой непосредственно того продукта, куда СКЗИ встраивается, в частности, мобильного приложения. И как быть для того, чтобы оценка влияния или другие требуемые процедуры для получения положительного или отрицательного заключения, они проводились за гораздо более короткое время, чем сейчас имеется. Чем сейчас классически это происходит в соответствии с требованиями нормативных документов. Ну, на самом деле, такой вопрос стоит уже достаточно долгое время. Наверное, мы только сейчас подошли к попыткам его решения, благодаря в том числе и деятельности специализированных организаций, которые непосредственно ставят этот вопрос и не просто ставят, а предлагают, как это решить. Да, наверное, да, это очень важно и действительно позволит придать импульс развитию криптографии, внедрению криптографии в массовое потребление. Ну, я вот первый вопрос, который, да, вот здесь вот написан на экране, я его все-таки немножко по-другому прочитал, если позволите, Андрей Андреевич. Конечно. Да, я буквально прочитал, что зарегулировано, но не выполняется. Ну, если получится, я бы все-таки перевел дискуссию в другое русло и отметил бы, что основные, так скажем, положения нашего 63-го ФСЗ, закон об электронной подписи, который там есть, но которые не нашли своего применения на практике, это положение об аккредитованной доверенной третьей стороне. Нормы появились достаточно давно, но действительно, сами средства ДТС у нас в Российской Федерации еще ни одно средство ДТС не получило в заключение, и, наверное, это связано с рядом проблем, которые действительно относятся, ну, так скажем, к инфраструктурным вещам. Вот во время наших бесед с Андреем Андреевичем Андрей Андреевич обратил внимание, что действительно для того, чтобы доверенная третья сторона заработала в полном объеме, нам нужно автоматизировать целый ряд операций, которые должны выполняться доверенной третьей стороной в автоматическом режиме и достаточно быстро. Это речь идет о достаточно рутинных операциях, но если с ними ничего не сделать, то у нас и ДТС никогда не родится. Это проверка аккредитованности удостоверяющего центра, который выдал сертификат. Это проверка списков квалифицированных сертификатов, значит, проверка соответствующих отозванные, не отозванные и так далее. Сейчас фактически это все нужно делать в ручном режиме. Для того, чтобы автоматизировать эти процессы, хотелось бы, наверное, все необходимые реестры ввести в соответствии с требованиями, велениями времени. В свое время Андрей Андреевич предложил, наверное, вы более подробно расскажете об этом. Да, Александр Владимирович, я об этом расскажу чуть позже. Мы эту тему затронем во втором вопросе. А что? Эту тему затронем во втором вопросе. Да, но просто этот вопрос тоже очень важный. Тем не менее, да, действительно, введение этих реестров в виде распределенных реестров может решить очень большое количество проблем. И действительно, на эту тему стоит поговорить. У меня пока все. Спасибо большое. Станислав, вопрос к тебе. Насколько миру, российскому миру PKI, нужна облачная подпись? Коллеги, ну, здесь завтра мы будем с утра, тоже, надеюсь, в таком же широком составе, несмотря на первую секцию, обсуждать мобильную подпись в целом. И мы коснемся вопроса облачной подписи, нам одеваться некуда. Я скажу свое мнение, что здесь не нужно каждый раз, когда у нас что-то где-то там мы хотим сделать лучше, упираться в то, что для счастья нам не хватает одного приказа, вот появится приказ требования по облачной подпись и больше счастья. Да не будет. То есть сильно больше счастья не будет. Потому что, на самом деле, подходы и технологии, которые позволяют делать то, что нужно организациям, сейчас все есть. Собственно, на сцене к минимуму два человека, которые такие подходы разрабатывают, прорабатывают и развивают. И облачная подпись – это один из важных, хороших, нужных механизмов, который в ряде случаев может дать преимущество. Но, во-первых, он не является единственным для большинства организаций. А, во-вторых, что самое важное, у людей, которые, в том числе облачная подпись, возникает иллюзия, что в будущем приказе, когда бы он не появился, будет возможность, чтобы на сервере что-то работало, а дальше от клиента как угодно, кто-то к нему как-нибудь подключался, подписывал что угодно, как угодно, автоматически, с любого устройства, без криптографии, такого не будет. То есть все равно потребуется строгая аутентификация, потребуется безопасный аудит, потребуется безопасная работа со стороны мобильного приложения с сервером. И все вот это вот, оно оставляет облачной подписью ту область, которая должна у нее быть. Это возможность безопасного использования в тех случаях, когда нужна, например, повышенная производительность, когда нужен повышенный аудит с работой с ключом, когда требуются простые процедуры переноса от устройства к устройству возможности аутентифицироваться на сервере. Но все эти свойства хоть и важны, но редко являются для организации критичными. А критичное для них всегда одно и то же. Это то, чтобы им всем было просто. И вот пока кто-то верит, что может быть аутентифицированное решение, которое позволит кому угодно, как угодно, через любой браузер, без ключей, без криптографии, подключаться к серверу и подписывать что угодно без визуализации, вот мы будем говорить про облачную подпись, как про некий такой вот миф. Я думаю, что про общие подходы, учитывая, что мы делали совместный доклад с Иваном Владимировичем два года назад, пора общей подхода к облачной подписи. Я скажу, если позволят коллеги за всех, что общий подход-то не изменился в части необходимости безопасности на всех уровнях. Вот если кто-то питает иллюзией, лучше обратиться к нему, потому что он остался все еще актуальным. Но тем не менее, так как, Андрей, первый вопрос более общий, я все-таки хотел бы оппонировать немного и тебе, и Владимир Владимировичу в части ответа про мобильные приложения. С одной стороны, я согласен, я и сильно сам топлю за то, чтобы проблема с медленными, с неустраивающими разработчиков мобильных приложений серьезных сроками оценки влияния решалась. Но при этом я не согласен с тем, что нам для этого необходима новая нормативка. Во-первых, потому что как только мы говорим, что нужна новая нормативка, мы сразу укладываем вопрос на несколько лет. Новая нормативная база, любая, это долго, и оно далеко не всегда выходит в том виде, в котором все его хотели бы видеть. В случае таких сложных и тонких опросов, как разработка мобильных приложений, думаю, что учесть интересы всех в одном приказе вряд ли удастся. Поэтому в пути, о котором уже сказали Владимирович с ТЗ, с порядками для отдельных организаций, мне кажется наиболее хорошим, наиболее правильным, во-первых, потому что он учитывает то, что находится на стороне организации, есть ли там ЗАС, развивается ли там ЗАС, есть ли там устойчивые процессы разработки, можно ли доверять процессам разработки. И это является критичным для того, чтобы мы не слишком ослабили тот общий контроль за использованием криптографии, который есть, чтобы это не превратилось в профанацию. Потому что общее мнение, что все сроки задерживаются только на стороне условно-ФСБ, это не совсем правильное отношение. Когда мы как лаборатория получаем на исследование то или иное приложение, где строена криптография, очень большая часть времени проходит на стороне, собственно, между лабораторией и организацией, потому что разработчики, встроив криптографию изначально, часто делают это не совсем аккуратно и требуется много времени, чтобы все это отточить. И да, я согласен, что сроки на стороне регулятора в ряде случаев могли бы быть меньше, но это не всегда является критичным для организации. Критичным является то, что все хотят через месяц получить заключение, а приходят иногда с кодом, который ни в какие рамки просто не встает. Эту проблему мы не решим в общем случае. Это вопрос качества разработки. Но для ряда организаций, у которых устаканены процессы разработки безопасного ПО, крупные банки, крупные организации, которые действительно знают, как разработать безопасно, вот для них, мне кажется, вполне можно с учетом их отложенного процесса более гибко относиться к разработке мобильных приложений и вообще разработке ПО. Но не делать это массовым, не делать это для всех, потому что иначе лаборатории получат колоссальное количество довольно странных заказчиков, которые каждый захочет по проченному порядку что-либо исследовать. Ну вот это по вопросам мобильных приложений. Про проблемы в целом, я думаю, что все мы их в целом проговариваем постоянно, все их знаем, здесь можно только их перечислить. Про ДТС уже Константин Валерьевич сказал, это безусловно одна из важных проблем, которые требуют решения. Проблочную подпись, Андрей, ты уже упомянул. Еще напомню про то, что с архивами, хоть мы обсуждали их вчера очень предметно, один из вопросов тоже не полностью решен, мы его не обсудили, это вопрос, связанный с тем, как долгоживущие сертификаты при короткоживущих ключах и короткоживущих ключах удовлетворяющих центров, как их отзывать, если выяснилось, что короткоживающих центров. Чуть дальше будет этот вопрос. Я в курсе. Я про то, что это явно одна из проблем, которые требуют обсуждения. И я думаю, что как раз можно анонсировать, что мы сегодня ее немножко обсуждаем. И последнее, что хотелось бы обозначить, то, что некоторые из моментов, которые в нормативной базе заложены на уровне федерального закона, не зарегулированы в каком-то смысле. Если вспомнить 63 ФСЗ идентификацию по загранам, то мы все знаем, что загранпаспорт может применяться по идее или идентификация в удовлетворяющем центре, но де-факто это не работает. Потому что де-факто ни один удовлетворяющий центр, кроме двух, не может сейчас получить доступ к тому, чтобы загранпаспорт идентифицировать. И это очевидная проблема, которая требует решения. Кто и должен решать опрос дискуссионный. Но, наверное, когда есть норма в федеральном законе, и она не работает по факту, это то, что требует как минимум дискуссии. Спасибо. Такой вопрос. Возвращаясь к облачной подписи. Все больше сейчас развивается разных сервисов. В том числе сервисов коммунальных. И коммунальных не только для граждан, но и для информационных систем. Как ты считаешь, можно ли реализовать удобно автоподпись в облаке? Как только мы говорим «автоподпись и удобно», возникает иллюзия, опять же, та, что оно происходит как-то само, без контроля. Ну и я думаю, что в таком варианте ничего не будет когда-либо одобрено, покуда нет той организации или того лица, который отвечает за то, что подписывается. Когда мы говорим про автоматическую подпись, мы говорим фактически не про облако, мы говорим про некую систему, некую автоматизированную систему, в которой происходит подписание документов, которая работает по неким регламентам. Эти системы существуют и сейчас, нам не требуется облачная подпись для этого. То есть у нас более того, вообще-то в федеральном законе есть положение про автоматическую подпись. Это, в общем-то, правильно и нормально, если это не облачная подпись. Можно это делать в тех случаях, когда это отдельно происследовано и работает в рамках конкретных процессов. Облачная подпись здесь ни при чем. Облачная подпись — это частный случай инструмента, инструменты, которые позволяют использовать с слабодоверенных устройств, таких мобильных телефонов, инструменты подписания в тех случаях, когда можно подключить безопасность. Как это сделать, наверное, МПГМ-предмет на завтра, опять же, не упираясь в слово облако. Но я бы очень просил не путать термин облачная подпись и автоподписание на сервере. Это разные все-таки понятия, это разные приложения, и к ним относятся немножко по-разному и регулятор, и лицензиаты. Если сервер, я имею в виду ХСМ, коммунальный, разве это не становится облачной подписью в понятии ФЗ и регулятора? Я не настолько хорошо знаю рынок коммунальных услуг, я только оплачиваю раз в месяц к станции, поэтому я, признаться, не знаю, какие особенности есть в этой части. Но в тех системах, где в целом используется автоматом квалифицированная подпись на сервере, предпочтение чего-либо, но, как правило, все-таки это заранее зарегулированные процессы, которые для конкретной системы одобрены и могут функционировать. Ну, опять же, не зная серьезной коммуналки, полагаю, что если есть преследованная система, которая ставит подпись некой организации на, не знаю, в чем, квитанциях или на чем, которые далее идут куда-либо, то обычно это делается после проверки того, что некий оператор или некая другая система поставила до этого свою подпись на неком документе, пришедшем к нему, обрабатываем по некому регламенту и дальше уже идущему дальше. Опять же, к облаку отношение имеет весьма посредованное. Спасибо большое. Антон, как считаешь, нужно ли нам регулирование ОЦСП? И может ли ТСП существовать отдельно? Как ты думаешь? Ну, сейчас отрегулировано так, как отрегулировано. У нас есть в этой части нормативная база. Тут у нас часто возникает ситуация, как в анекдоте про русский и американский ад, что там ведер не завязан, на всех не хватило. Но на самом деле, с точки зрения именно технических подходов к реализации нормативки очень важно вот те нормы, которые законом предусмотрены или даже они там не до конца предусмотрены, тем не менее, доводить до технического, но не совершенства, но технической реализации. Что я имею в виду? Ну вот есть масса нюансов, там, например, такой простой пример приведу, выдача сертификатов. Вот, значит, удостоверяющие центры выдают сертификаты давно, значит, там понятно, что до реформы 63-го ФЗ было там очень много нарушений, наверное, их сейчас, судя по всему, стало там сильно меньше, но тем не менее, значит, какие-то нарушения появляются. Появилась норма о обязательности, значит, передачи сведения о выданных сертификатах в ЕСЕ. Значит, и действительно, на практике, значит, эти сведения передаются, и граждане в своем личном кабинете на портале госслуг видят сведения о выданных сертификатах. И хотя этот механизм не является как бы каким-то абсолютным с точки зрения технического, то есть там человек может получить сертификат, даже если удостоверяющий центр не передал эти сведения в ЕСЕ, сертификат будет действовать, значит, никаким образом он там не прекратит действие, никакого, значит, здесь вот механизма там автоматического, значит, проверки, что он передан, нет. Но, тем не менее, даже просто вот этот механизм передачи, который, значит, предполагает, что у человека появляется галочка, что им приходит письмо, что вам, значит, выдан сертификат, он во многих случаях очень полезен. То есть, ну, например, на человека выдали сертификат, который он не собирался получать, он видит письмо от портала, что вам выдан сертификат. Или наоборот, значит, человек получил сертификат, на портале ничего не отобразилось, и, значит, возникает вопрос, почему, собственно, удостоверяющий центр не передал. Если эти механизмы совершенствуют технологически, да, то, на мой взгляд, нормативная реализация, нормативной, предусмотренной нормативной базой вообще механизмов и функций, она тоже будет улучшаться. Ну, мы это видим, на самом деле, вот за прошедшее время, с момента принятия 63-го филиального закона, что потихоньку, постепенно мы приходим к тому, что это все реализуется. Ну, с ОЦСП, на самом деле, все то же самое. На мой взгляд, как бы нужно просто здесь предложить технические решения, которые будут отвечать потребностям бизнеса и, в общем, их реализовывать. Мы в настоящий момент там… Ну, очень немногие сервисы, информационные системы на практике используют ОЦСП. Ну, то есть это действительно так. Соответственно, у нас вопрос не в том, как здесь правильно там отрегулировать, вопрос в том, как внедрить этот механизм, ну, более широко. А насколько ТСП может жить отдельно, без ОЦСП, на твой взгляд? Ну, сейчас это в составе средств удостоверяющего центра. На мой взгляд, значит, механизм меток времени, особенно с учетом последних изменений в 63-м федеральном законе, которые, собственно, предусматривают, значит, ну, на самом деле, ужесточают вот это фактическое признание электронной подписи действительной, вплоть до уже теперь не срока действия сертификата, а срока действия закрытого ключа. Эти механизмы ставят вопрос применения меток времени вообще очень высоко. То есть мы фактически должны будем, я думаю, что до вступления этой нормы в течение года, ну, везде, где это вообще как бы может потребоваться, перейти к применению меток времени. И, наверное, значит, в каких-то случаях действительно это может быть ну, отдельный механизм, да, который там, ну, может быть, предоставляется тоже удостоверяющим центром, но он, в смысле, не является там частью процесса подписания. Может быть, значит, некоторые аспекты, ну, например, вот машиночитаемые доверенности. Понятно, что машиночитаемая доверенность, значит, сама по себе является документом, который определяет полномочия там некоторого лица, подписанная, ну, например, генеральным директором общества. Значит, сама по себе является электронным документом, который действует тоже в соответствии там со статьей 6.63 федерального закона до тех пор, пока не закончился ключ или сертификат генерального директора. То есть фактически сегодня директор подписывает, через месяц у него истек срок действия ключа, доверенность прекратилась, если у нас нет метки времени. То есть вот в части МЧД, на мой взгляд, метки времени, ну, просто обязательно необходимая часть. В части электронных документов здесь есть определенная там серая зона, часть документов нужны фактически в моменте, и тогда там можно обойтись без меток времени, ну, а постфактум возникающей ситуации как-то экспертно разрешать. но достаточно большое количество документов тоже, которые сейчас, там, кадровый документ, оборот, прочие, которые на практике, значит, используются без меток времени часто, хотя содержательно, конечно, обязательно должны их применять. Ну, то есть, на мой взгляд, отдельно стоящий сервис меток времени имеет право на существование, и более того, чем, как бы, быстрее мы внедрим эту технологию, как можно большее количество бизнес-процессов, тем будет лучше. Спасибо. Станислав, ты хотел что-то добавить? Или, кстати, Валерьевна? Про ОССП коротко добавлю, что нужно ли отдельное регулирование вопрос непростой, а вот то, в чем проблема состоит сейчас, наверное, лучше артикулировать для всех более явно, потому что, возможно, не все это понимают. Проблема в том, что по всем существующим спецификациям по РФС, по российских системах и средствах электронной подписи в части проверки подписи, все же вся логика заложена на то, что сертификат ОССП сервера выдан тем же ОЦ, которым основной сертификат. И проблема в том, что сейчас нормативная база российская никак не соответствует вот такому отношению к выдаче сертификатов ОССП сервисов. Нужно ли это решать с помощью переработки нормативной базы либо отдельного регулирования, либо такой экстремальный вариант переработки всех средств электронной подписи в России и резкого перехода на некие обновленные версии, которые бы там при проверке это учитывали, вопрос дискуссионный, но так или иначе решить его придется, потому что сейчас мы вступили в некий такой момент серой зоны, когда работают средства чуть по одному, нормативная база чуть другая, требования в современных средствах ОЦ в части выдачи сертификатов ОССП серверам чуть третьи, и нам придется все сводить вместе, чтобы мы не остались надолго в ситуации, когда противоречит документация хороших, правильных средств друг другу. Спасибо. Александр Валерьевич. Я хотел тоже 5 копеек свои вставить. Про ТСП Антон Сергеевич очень хорошо сказал. Действительно, нам нужно развивать этот сервис, иначе у нас длинные сертификаты просто не заработают. Просто не заработают. Если на коротких сертификатах мы еще можем себе позволить проверять подпись действительных сертификатов в момент проверки, то на длинных сертификатах это просто невозможно, и нам нужно четко знать, когда подписан документ, он подписан в период действия, включая электронные подписи. Это действительно так. По сервисам ОССП здесь действительно интересная ситуация сложилась. Она интересна тем, что действующее законодательство, которое в Российской Федерации, действительно не соответствует классическим требованиям РФСИ по сервису ОССП. И де-факто, в общем-то, сервис ОССП непонятно, как применять, потому что действующее законодательство выстраивает цепочки сертификатов таким образом, что, собственно, классический сервис ОССП, он неприменим, потому что, когда мы спрашиваем действительно сертификат, мы верим тому, той подписи, квитанции, которую выпустил государяющий центр, основанной на том сертификате, который он действительно выпустил для этой службы. Вроде как существует как бы позиция, она вроде как явная, что давайте сейчас все приведем в соответствии с РФСИ по службе ОССП. Ну, здесь вот, когда мы с коллегами это обсуждали, все-таки появилось сомнение, для того, чтобы пойти по этому пути, надо все-таки посмотреть, вот на наш взгляд, посмотреть, можно ли все-таки погрузить службу ОССП в сервис ДТС, потому что любая служба ОССП, она все-таки обладает рядом условностей и ограничений, то есть мы верим определенным постулатам, которые мы не проверяем. Сервис ДТС, он более расширен и действительно надо посмотреть, может быть, ОССП все-таки заработает в составе более широкого сервиса ДТС. Но это один из проблемных вопросов, который тоже предлагается обсудить и посмотреть, вот в каком направлении двигаться. здесь это почему важно, потому что действующее законодательство однозначно указывает на то, что если кто-то что-то подписывает в службе или еще в чем-то, и это как бы инфраструктурное решение, то сертификат для этой подписи должен быть выдан не тем, кто подписывает, не тем удостоверяющим центром, который подписывает. Потому что мы уже обожглись, дуем на молоко, это все понятно, но тем не менее вся наша реформа сейчас направлена на то, чтобы обеспечить, чтобы удостоверяющий, так скажем, режим проверки за удостоверяющим центром. Если он сам себе выдал сертификат, то мы опять же существуют риски того, что будет ненадлежащей и квитанции подписаны в ненадлежащее время, будут происходить мошеннические действия и так далее. Когда сертификат выдан сторонним удостоверяющим центром, естественно, эти риски резко снижаются. И надо посмотреть, можно ли действительно сервисы CSP выстроить таким образом, чтобы вот этот тренд, он соблюдался, тот, который сейчас у нас заложен в законодательстве. Ну, это абсолютно дискуссионный вопрос, и предлагается его тоже в том числе обсудить. Спасибо. Да. Я бы хотел добавить сейчас попытка создать сторонние сервисы, особенно сервисы CSP, сторонние, значит, не имеющие отношения к тому удостоверяющему сертификату, которого надо подтверждать. В общем, она имеет цель значит, по-прежнему гонять нарушителей там куда-то, вот, но при этом она, значит, нарушает естественное отношение доверия, то есть, здесь, значит, у пользователя должна вообще сложная ситуация возникнуть, то есть, он доверяет сертификату аккредитованного удостоверяющего центра, но почему-то вдруг он не доверяет значит, сообщению о ЦСП о действительности этого сертификата, то есть, это вопрос уже такой не технический, а юридический, вот, когда метка времени, она, как бы, понятие не связанное с удостоверяющим центром, здесь как раз можно строить сервера и сервисы, которые обладают доверием, но не зависят от конкретного удостоверяющего центра, вот, но при этом, значит, если посмотреть на изначально заданный вопрос, то, Андрей Ильич, я думаю, что сервис метки времени, он прекрасно может жить отдельно от сервиса ЦСП, потому что у них философская сущность разная и, как бы, ответственность того, что содержится в ответе этого сервиса, она тоже разная. Спасибо. Коллеги, я дополню со стороны разработчиков СКЗИ, так как когда мы то или иное решение примем, все равно придется так или иначе учитывать, какие средства подписей СКЗИ находятся на местах, нам придется это делать. Какое бы решение мы не приняли, если оно будет немножко сдвигать парадигму того, кто может быть ОССП сервером, нам нужно будет все равно очень явно фиксировать порядок переходного периода для того, чтобы обновить СКЗИ, даже при всех трудностях работы на Windows, все гораздо проще на Linux, это все решаемо, но главное, что если мы делаем некий резкий шаг в части отклонения от российских стандартов существующих от RFC, то нам нужен будет переходный период, чтобы пользователи стали обладать обновленными средствами электронной подписи, которые смогут проверять такие цепочки корректно. Если же мы просто отключим проверки, вы сами понимаете, что безопасность это точно не улучшит. В части доверия к УЦ, в части парадигмы доверия, более тонкой доверяем УЦ в одном смысле и не доверяем к другому, тут вопрос наверное совсем в отдельную область совсем сложный и совсем требующий отдельной дискуссии, но технически наверное здесь нужно еще помнить о том, что если мы выдаем некоторому серверу сертификат не от самого же УЦ, а скажем от налоговой или от центробанка, то мы не сильно подстраховываемся от того, что этот самый УЦ начнет делать что-то не то. Если мы выдаем ему сертификат хоть от кого угодно, хоть от ГУЦа напрямую, он все равно если усиленно захочет, тоже сможет подписывать сертификаты, виноваты, ОЦСП-ответы, подключенные сертификаты, покуда его не поймают за руку. А если его поймают за руку, в любом случае и так с ним казалось бы есть что сделать. То есть по-моему вопрос не напрямую связан с тем, кому выдавать, а связан скорее с тем, что всю техническую часть зарегулировать в законодательстве максимально сложно из-за того, что действительно, как сказал вчера, вчера все говорили на ключевой дискуссии, что законодательство все-таки оно немножко должно чуть-чуть отставать от технических решений, чтобы их фиксировать, а не пытаться говорить, как работать техники. Но вот все совместить технику, юридическую часть реализации, это, конечно, искусство, которое не всегда с первого раза получается реализовать правильно. Понял, спасибо. Следующий вопрос. Ну, мы все на сцене, я помню, одну секунду, все мы на сцене достаточно давно занимаемся ПКИАем и помним еще первое ФЗ. Вот, в первом федеральном законе была такая опция, можно так сказать, это приостановление действия сертификатов и возобновление. В 63-м федеральном законе такой возможности нет. Как вы считаете, вопрос ко всем, такая опция нужна нам? Мне кажется, что она в определенном смысле избыточна. Надо смотреть на функциональное назначение этой опции и последствия, которые потом идут. То есть, я приостанавливаю действия и возобновляю действия своего сертификата. для того, чтобы убедиться, что документ не был подписан в этот интервал, документ обязательно тогда должен иметь метку времени. То есть, и у нас получается, что мы сразу связываем документ с обязательностью использования метки времени. вводим одну функцию, а у нас производно за ней тянется другая функция. Это вообще проблема технологически насыщенного законодательства, когда логически мы берем и принимаем решение, и нам кажется, что все просто и понятно, а потом оказывается, что это за собой тянет другие вопросы. Ситуация точно такая же, как с ОЦСП случилось. была регуляция на самом деле использования юридическим лицом автоматической подписи, и под эту регуляцию как подкаток попал ОЦСП, который вообще в законе не поминается, но вот логически это выходит. Также и приостановка возобновления действия за собой потянутся. Я просто сразу очевидную вещь сказал, если подумать, возможно еще при современном развитии технологии прекратить действие своего сертификата и получить новый сертификат, заранее запланировав этот процесс, это не представляет проблемы. Мне кажется, и можно вполне пользоваться прекращением действия сертификата и получением нового сертификата. Спасибо. Будут еще мнения? Да, если можно. я здесь чуть-чуть с Иваном Владимировичем не соглашусь. На самом деле практика работы удостоверяющих центров, особенно выдающих массово, особенно выдающих физическим лицам, показывает, что некоторый механизм такого приостановления действия сертификата вообще говоря нужен. То есть он действительно возникает в ситуации, когда пользователь не уверен, что с его ключом произошло, он не может найти свой токен, у него достаточно какие-то важные мероприятия предстоят, он может действительно нервничать, должен иметь опцию какую-то приостановлению, возможно, потом он токен найдет или не найдет, но уже дойдет до удостоверяющего центра ногами или в электронном виде, надлежащим образом подаст заявление о прекращении действия. Другое дело, что, конечно, Иван Владимирович правильно сказал, что это требует технологических сопутствующих механизмов, не только метки времени, но и доверенно третьей стороны, для того, чтобы можно было правильно проверять подпись с учетом того, что списки отозванных сертификатов могут, грубо говоря, по содержанию сначала получить сертификат, а потом из него сертификат будет исключен. То есть технически это требует от ДТС наличия всей исторической наследии списка отозванных сертификатов и, собственно, это уже некий новый уровень инфраструктуры открытых ключей в стране, на который нужно выйти, чтобы дать пользователям вот эту возможность. Сейчас, я согласен, в общем, наверное, нормативно, если добавить эту норму, лучше не станет. Спасибо. Сейчас я хотел бы дать слово Алексею Геннадьевичу Сабанову. Уважаемые коллеги, при всем моем глубоком уважении к участвующим здесь экспертам, мне бы хотелось все-таки немножко поправить нашу и в части терминологии, потому что нас слушают очень многие люди, в том числе молодые люди, которым потом работать, и в части понимания самого вопроса, который вот на доске написан. Ну, в частности, у нас нет сервиса, допустим, там, OCSP как такового, у нас есть доверенный сервис проверки действительности сертификатов, который может быть онлайн в качестве OCSP, который, кстати говоря, немного недоверен, мягко говоря, потому что там дыры есть. Есть другие сервисы, которые оффлайн и так далее. У нас есть сервис аутентификации, у нас есть сервис проверки действительности сертификата, у нас есть сервис и так далее. То есть, мне хотелось бы, чтобы мы здесь, присутствующие, правильно говорили и правильно доносили. И вот вопрос-то он сформулирован, я хотел, когда записывался, я хотел вопросы задать, но сейчас я чувствую, что время уже поджимает, и мне хочется немножко сказать, как все-таки нужно правильно. Правильно ли? У нас, конечно, сам сервис. Сервис электронной подписи, он всего лишь один из сервисов, которые на базе PKI должны быть в доверенном состоянии всегда. Один из шести сервисов, потому что должно быть сервис проверки действительности сертификата, сервис штампов времени, а TSP это одна из из реализации. Это протокол всего лишь навсего. Коллеги, давайте все-таки терминологию тоже соблюдать. Ну и так далее. То есть у нас нет, допустим, никакой нормативки о сервисе гарантированной доставки подписанных сообщений и документов, например. Вот нужно, мне кажется, немножко перестроиться и в эту сторону подумать. Чего нам не хватает? То, что у нас очень много нормативки по самой подписи, как одного из сервисов, это безусловно. А вот по остальным сервисам у нас нормативки не хватает. В частности, аутенификация, например. Аутенификация человека, который волей заявления, когда подписывает, она у нас прописана. Аутенификация сама подпись, она из приложения вызывается. Аутенификация человека в приложении, который будет дергать подпись, нет такой нормы. Нигде. Вот это проблема. Мы же должны думать о том, как нам поднять доверие к электронным документам, подписанным и сообщениям, по отношению к бумажным до сих пор. Потому что до сих пор бумаги хранятся гораздо больше даже, чем электронных документов. Спасибо за внимание. Мне хочется, чтобы вот наши эксперты, уважаемые, немножко в этом направлении тоже на мои вопросы ответили. Спасибо. Алексей Геннадьевич, а если честно, я не понял вообще, что вы сейчас сказали. Что вы не поняли, Иван Владимирович? В какой части мы должны скорректировать обсуждение актуальных вопросов? То есть мы как бы следуя логике нашего руководителя, который ведет нашу беседу, отвечали на вопрос. Мы просто не дошли до сервера аутентификации. Возможно, сейчас это возникнет, а может и нет. Это вопрос его задумки. И в какую сторону вы сейчас нас направляете, я до конца не понял. Иван Владимирович, у меня сразу предложение не сводить все. У нас большая часть программы PKI-форум, она сводится к подписи. Подписи это один лист, один из сервисов. И вот идея-то моя все-таки в этом, в первую очередь. Если непонятно, о чем я хотел сказать, но давайте еще раз повторю. Другими словами я это умею делать. Арси Геннадьевич, учитывая, что я вопрос и замечание понял, но с ним не согласен, хотел подкорректировать следующее. Вы совершенно правы по существу, что да, мы говорим слова ТСП-сервер, ОТСП-сервер, и да, мы на самом деле все имеем более общее понятие в виду. Вы правы, что терминологически мы говорим упрощенно. Но почему это имеет смысл? Если мы начинаем мыслить только правильными понятиями классификации сервисов и меньше думать о том, как все это реализовано сейчас, в том числе в российских же стандартах, мы забываем об особенностях реализации, которые уже нужно учитывать. Это тоже опасно. Я понимаю, что здесь вполне можно всегда покритиковать текст, я всегда сам делаю с радостью, когда хожусь не на сцене, но говоря про суть обсуждаемых опросов, я бы не забывал про конкретные протоколы, которые мы все пользуемся, потому что других у нас все равно быстро и скоро не будет. Спасибо. Коллеги, еще хочу дать одному товарищу слово. Качалин Алексей. Коллеги, добрый день. Я очень коротко поддержу. Алексей, смотрите, вопрос какой. Всегда мы думаем внутри, что мы что-то не до конца проработали, у нас всегда внутреннее копание с точки зрения терминологии, я сейчас послушал вопрос, послушал ответы, проконсультировался с руководителем ТК-26, у меня есть конкретное предложение по работе на следующий год, а можно нам как-то все вместе прийти к пониманию очень простому и короткому описывающую терминологию, чтобы мы ушли из этих оговорок и сложных описаний или отсылки к сложным законам, к простым условно говоря, одному-двум листочкам, которая бы говорила, что такое сертификат аутентификации, либо сертификаты безопасности, либо сертификаты подписи, либо сертификаты, чтобы мы наконец зафиксировали и прибили уже историю, может быть, с какими-то оговорками, может быть, с дисклеймером, что эта история только для наружного применения, внутрь не принимать, то есть это не претендует на нормативную полноту и точность, но вот просто название, я напомню, в завтрашней секции, в которой будем, мобильная, удаленная, дистанционная, облачная подпись, все сорта, и каждый, если всех спросить участвующих, провести такой слепой тест, я думаю, определения у всех получатся разные. Здесь одинаковые на сцене. А, здесь одинаковые, тогда я вас попрошу, можно, давайте, мы готовы участвовать, помогать, давайте мы там к следующему форуму подготовим такой меморандум, что мы чем называем, очень хочется уже, очень накипело. Ответ нет, потому что каждый раз, когда мы пытаемся это сделать, каждый раз мы начинаем между собой столько сражаться, что получаются довольно беззубые определения, которые не означают вообще ничего. Но тогда смотрите, коллеги, очень серьезная проблема на самом деле, просто мы внутри выстраиваем историю общения в Сбербанке с бизнесом, в первую очередь внутренним потребителем. И это очень большая на самом деле проблема, шутки шутками, потому что, когда начинаешь объяснять, что да, это сертификат электронный, но это не такой сертификат, как вы видели, вот там это другой, сертификат, вот это вот всю проблему внутреннего объяснения, донесения людям, перегруженным руководителям, которым надо быстро понять, что ты предлагаешь, что ты от них хочешь, это очень осложняет жизнь, все время обнуляет наши разговоры. Это большой блокер сейчас в работе нас, как отрасли с IT и с бизнесом. Ну, как человек, который уже стесал язык, пытаясь объяснить про разницу между облачной подписью, мобильной подписью и прочим, и полностью поддерживаю в том, что каждый раз мы объясняем одно и то же, но каждый раз почему-то это вот уходит в никуда, и мы снова возникаем, получаем те же вопросы. Я не знаю, что надо сделать для этого, но пока не получилось. Поддерживаться, которая в НПА закреплена. Она различается иногда с терминологией, которой пользуются люди. Отличается. Тогда нужно делать некий справочник. Я бы хотел, на самом деле, Алексей поддержать. Это действительно очень важный вопрос, особенно, когда ты сталкиваешься с по-настоящему массовым пользователем, которому нужно объяснить какие-то простые вещи, при этом не ввести его в заблуждение, то есть не дать ему возможности называть свой ключ электронной подписи электронной подписью. Там есть строящий центр, который там на сайте прям говорит, мы знаем, что выдаем сертификат, но будем все равно называть его электронной подписью, потому что проще. На самом деле, это действительно на практике приводит к проблемам. Когда пользователь считает, что ключ электронной подписи это и есть электронная подпись, ему, когда говорят, пришли электронную подпись, он иногда ключ присылает на самом деле. Но, да, Да, правда. И в этом смысле действительно выстраивание правильной терминологии и выстраивание вот именно вот этого контакта между экспертным сообществом, между людьми, которые пишут законы и конечным пользователем, это колоссальная проблема. Здесь действительно может быть, я не знаю, в какие-то заключения ПК и форума действительно нужно какой-то голосарий или справочник терминов и какой-то популярный материал подготовить. Это очень важно. Еще есть СМИ, которые каждый раз наситируют. Просто предложение. Вот в рамках этого форума все-таки не рассматривать вопрос о том, значит, что под собой имеет, за какое значение имеет термин электронная подпись. Надеюсь, здесь все правильно его понимают. А вот вопрос, что в открытом мире электронной подписью могут называть даже газонокосилку, мне кажется, это вот не актуальный вопрос ПК, вот как хотите. Ну да, граница тонкая. Ну, если тогда строк говорит, то глоссарий-то есть. Его разработала Академия криптографии. Да, и, собственно, именно из-за того, что глоссарий такой появился, и он не отвечает на многие опросы, которые сейчас были озвучены, я ответил, нет, что не удастся это сделать на две странички. Я был бы очень рад и считаю, что проблема актуальна абсолютно. Поддерживаю вот такую проблему по существу, но нет в том плане, что я не думаю, что мы сможем ее решить за год. Мы решаем ее уже 20 лет, и получается хуже, а не лучше, потому что еще возникают СМИ, которые цитируют слова участников и ПКИ-форума, и нас всех. И вот как раз начинается про электронную подпись, я ее выдачу, начинается путаница между сроком действия сертификата и ключа. Вот это классика последних там трех месяцев, когда мы говорим про долгосрочные сертификаты, а те, кто трактует наши слова, начинают говорить про ключи, живущие 15 лет, и спрашивают, когда на токене будет ключ жить 15 лет. И что с этим делать, я не знаю, потому что это вроде бы мы не виноваты, но мы не можем следить за каждым журналистам, которые пытаются упростить, а вместе с этим выливает, так сказать, ребеночка вместе с водой из тазика. Да, давай к вопросу длительности ключей, мы вернемся чуть позже. А пока, собственно, у нас первый вопрос, он настолько оказался живой, что занял большое время. Предлагаю перейти к второму. Собственно, второй вопрос, ПКИ и блокчейн. Собственно, я хочу попробовать немножко пофантазировать и подискутировать потом на эту тему. Собственно, вопрос этот уже затрагивал Константин Валерьевич в части необходимости для, в том числе, ДТСов формирования определенных реестров. Вот, необходимость получать статус любого там аккредитованного удостоверяющего центра в любой момент времени. И, собственно, даже в законе сказано, что сертификат действует в том случае, точнее, подпись электронная проходит проверку в том случае, если выданный сертификат, с помощью которого была сформирована эта электронная подпись, выдан удостоверяющим центром, который имеет аккредитацию на момент выдачи сертификата. В настоящее время такого сервиса нет. Также, в части фантазии, можно было бы в блокчейн засунуть, в хорошем смысле этого слова, все списки отзыва удостоверяющих центров. Я говорю сейчас только про аккредитованные удостоверяющие центры. Что нам это даст? Это нам даст в моменте единый список, скажем так, всех отозванных сертификатов на текущий момент. Также у нас будет вся история, вся хронология по обновлению списков сертификатов, и мы сможем опять включить в федеральный закон даже норму по приостановлению действия и по забновлению действия. Также то, о чем говорил Антон Сергеевич, когда выпускается сертификат, есть норма федерального закона, передавать информацию о выпущенных сертификатах в ЕСЕ. Но если вы зайдете в ЕСЕ, в свой личный кабинет, и посмотрите, какие сертификаты вам выданы, вы получите крайне малую информацию. То есть вы даже не сможете этот сертификат скачать. Дальше хотелось бы порассуждать в части того же самого реестра, который ведет ЦЛСЗ. Я думаю, многие сталкивались с тем, что информация в этом реестре обновляется небыстро, и там абсолютно отсутствует информация о заключениях. В соответствии с ПКЗ, использовать то же самое средство электронной подписи можно не обязательно только при наличии сертификата. Заключения для этого более чем достаточно. Ну и одно из предложений – это переложить введение такого реестра на лицензиатов. То есть лицензиаты, используя технологию блокчейн, могут сами добавлять туда всю информацию о выданных заключениях, о выданных сертификатах, а функция ЦЛСЗ будет лишь подтверждение того, что действительно информация, переданная лицензиатам, она верна. Ну и еще, что хотелось бы предложить в части технологии скрещивания там PKI классического с блокчейном, это архивное хранение. Ну про блокчейн, наверное, глубоко рассказывать не буду, все прекрасно понимают, что это такое. Хочу вот на примере рассказать, просто представьте себе, человек подписывает документ своей подписью, дальше передает документ в сервис архивного хранения, некий там условно назовем его архивариус, документ принимает на вход, проверяет электронную подпись и формирует некую квитанцию. В квитанции содержится метаданная документа, содержится результат проверки электронной подписи, ну туда можно запихнуть на самом деле очень многое. И после того, как квитанция сформирована, все это хозяйство запихивается в блокчейн, в очередную цепочку. И после этого гражданин может сертификацию хоть отзывать, потому что сама технология блокчейн, непрерывность и связанность блоков позволит в любой момент времени проверить легитимность квитанции. То есть то, что квитанция неизменна. По сути дела, формирование каждого нового блока, это будет обновление всех квитанций, которые есть в электронном архиве. Вот, собственно, кратко я рассказал, что имеется в виду, хотел бы узнать мнение коллег. Ну, коллеги, так как эта дискуссия началась в кулуарах, еще в PKI-форумах, скажем так, заранее, то мы все, наверное, готовы к этой дискуссии, и она может быть очень долгой, и чтобы не сильно ее растягивать, я бы здесь встал на позицию Алексея Геннадьевича Сабанова, такую научно-методологическую, вспомнив, что блокчейн – это, вообще говоря, частный случай технологии, называемый распределенный реестр в российских стандартах. Почему я об этом говорю? Потому что слово «распределенный» здесь не просто так возникает. Как только мы заменим слово «блокчейн» вот на этом слайде на слово «реестр» без слова «распределенный», все будет очень логично. То есть PKI-реестр и вот технологии введения реестров для повышения, для решения вопросов. Все прям становится максимально логичным, правильным и грамотным. Как только мы добавим слово «распределенный», сразу возникнет вопрос лично у меня. На какой черт здесь распределенность? У нас для большинства этих опросов де-факто требуется централизованная база с доступом снаружи. Это относится, ну вот яркий пример даже слова «реестр ТЛСЗ», но он точно не распределенный. У нас есть один ТЛСЗ в России, слава богу, и нам больше не надо. Есть такая статья 2017 года, когда вот такие же дискуссии возникали по всему миру, а давайте блокчейн прикрутим еще куда-нибудь. Возникла хорошая статья с обобщением практик использования блокчейна с названием «Нужен ли вам блокчейн» 2017 года. И там прекрасно есть такая картинка с стрелочками, с выбором, в каком случае вам нужен какой-то блокчейн или не нужен. Вот почти всегда, в большинстве случаев, ответ, что вам не нужен блокчейн, нужна централизованная база. В случае, когда у вас есть централизация, когда у вас есть доверие к одному органу, и когда есть возможность данную базу вести неким синхронным образом, вам не нужен блокчейн. Это не мои слова, это слова из статьи с колоссальным количеством цитат на нее, в общем, положительных. Вот в данном случае, применяя эту схему к всем пяти пунктам, скажу, что нам блокчейн не нужен. Нам требуется в ряде случаев хорошие, работающие, автоматизированные и стабильно доступные, централизованные базы с доступом отовсюду. Единственное, где здесь технология блокчейн может быть применима и полезна, это как в случае, когда, как мы любим в России, иногда требуется что сделать, требуется делать быстро, мы берем готовую реализацию и начинаем прикручивать все на основе ее. Да, реализации блокчейнов есть, они есть, доступные, опенсорсные зачастую, можно их использовать, но, как опять же отмечено в той же самой публикации, технологии блокчейн плохи чем? Мы видим, что если мы используем реализацию блокчейна, то по скорости, по быстродействию все становится сильно хуже из-за необходимости обеспечивать децентрализацию. Если же нам с вами не нужна децентрализация, то нам не нужны эти задержки по времени, эти наглубные расходы. И гораздо логичнее просто реализовать нормальную, правильную базу. Проходиться по пунктам можно, по каждому из пяти, наверное, в комнате из пяти пунктов можно дискутировать о том, что вдруг распределенность где-нибудь пригодится, но я приведу здесь только пример, что, говоря про статус аккредитации АУЦ, про ЦРЛ, про реестр сертификатов, про реестр СЛСЗ, каждый из нас прекрасно знает, как технически проблему это решить за счет централизованной базы с общим доступом. Мы берем некий реестр СЛСЗ, делаем не табличку, скачиваем ее по ссылке, а делаем любым способом доступную базу с фронтизацией SAP, и каждый из средств вполне может до него стучаться, DTS может к нему стучаться, получать статус того или иного средства и спокойно жить. Вот моя позиция. Спасибо. Немножко тебе поапонирую. Блокчейн – это не только распределенные реестры, а распределенные реестры – это одно из свойств блокчейна. Тут имелось в виду скорее принцип формирования блоков, непрерывность базы данных за счет формирования этих блоков и средства гарантированной доставки. Никто не говорит, что реестры должны быть распределенные. Ты абсолютно прав, что должен быть реестр централизованный. Это же по сути мастер нода. А остальные слейф ноды, которые не будут содержать всю ту же информацию, что содержит мастер нода, могут быть в разных местах. Но я с тобой абсолютно согласен в том, что любой из этих кейсов можно реализовать без технологии блокчейн. Это просто одно из предложений. То есть технология эта позволит в некоторых случаях упростить, а в некоторых случаях снять определенные риски. Можно я вам обоим поапонирую немножечко? Во-первых, я не согласен с тем, что здесь не нужно применение именно технологии распределенного реестра. На мой взгляд, как раз вот те вопросы, которые здесь упомянуты, уровень доверия этим реестрам или этим сообщениям, какой-то информацией, в случае, если она будет в распределенном реестре, находиться, как раз повысится существенно, во-первых. Во-вторых, это возможность снять с государства обязанность по созданию, финансированию и поддержке очень сложного, дорогого сервиса, который нужен на самом деле рынку. Вот эти вот вещи, они нужны на самом деле не государству, они нужны участникам рынка. Их задача хранить документы свои, их задача проверять актуальный статус сертификата и так далее. А государство, значит, если мы говорим про централизованную историю, должно, значит, вот это все обеспечить с очень хорошим SLA за очень большие деньги. Здесь как раз, если правильно выбрать участников этого распределенного реестра, это очень сложный вопрос. Значит, но если это все-таки превратит жизнь, возможно, да, что мы как бы снимем с государства необходимость финансировать, долго создавать, значит, вводить в эксплуатацию этот сервис и позволим ему развиваться, ну, независимо за деньги тех, кому на самом деле, кто является бенефициаром. Это очень важная история. А можно привести пример того, как кто должен быть участником нод блокчейна в CLCZ? То есть одна нода в восьмом центре, долгая в CLCZ. Вот вести реестр кто должен? Нет, ну CLCZ здесь действительно такой отдельный… Нет, нет, ну понятно, что записи в CLCZ должны, значит, вноситься CLCZ. Просто одновременно, значит, воспринимать средства подписи, которые использовались для формирования подписи в конкретный момент времени, значит, было ли оно в реестре, вот эту информацию должны проверять там все участники рынка фактически. Я Антон Сергеевич немножко поддержу, в том плане, что здесь вот в этом пункте 2 можно в качестве ключевого слова выделить слово доверие. А блокчейн – это просто механизм, с помощью которого можно попытаться, значит, обеспечить как раз доверие к тем данным, которые содержатся в этих реестрах, которые, безусловно, являются критическими с точки зрения проверки электронной подписи. Ведь именно для этого они создаются. Вот Сергей Анатольевич подтвердит, что все эти реестры крайне необходимы для функционирования доверенной третьей стороны. А уже механизм, как создать, и кто отвечает, это уже вопрос, он сложный, но это вопрос реализации. Я могу себе представить, в принципе, реестр, которому люди доверяют, которым хранятся данные о сертификатах, выданных на средства электронной подписи, но этот реестр, например, все-таки ведет не ЦИЛСЗ. Можно построить механизмы проверки тех данных, которые там хранятся, и в соответствии уже реестру ЦИЛСЗ. Ну, просто распределить доверие. Я хочу сказать, что на самом деле вопрос инфраструктурный и вопрос реализации, он самый главный. Идея, конечно, хорошая, но вот как ее вовлотить в жизнь, чтобы эти реестры велись, вот это вот как раз абсолютно непонятно на настоящий момент. Что касается распределенных реестров, то я здесь, Антон Сергеевич, поддержу, есть ряд случаев, когда действительно информацию надо записывать в распределенные реестры. Вот я бы, например, записывал распределенные реестры в любой случае выпуска сертификата, аккредитованным удостоверяющим центром, потому что это действительно вернейшее средство против мошеннических действий с сертификатом. Если сертификат был выпущен в определенный момент, побещен в определенной цепочке распределенных реестров, то действительно он был выпущен именно тогда, когда стоит на нем соответствующая дата. И если мы обнаружим сертификат, который не находится в этих точках доверия и в этих распределенных реестрах, то тогда мы ему однозначно не доверяем. И организация ДТС тогда уже смотрится совершенно по-другому. ДТС не просто проверяет цепочки сертификатов, а проверяет запись о наличии этого сертификата в тех распределенных реестрах, которые мы будем называть точки доверия. Да, Ксен Иванович, мы вчера говорили про сертификат и транспаренции, вот это очень похоже, только немножко на других технологиях. Да, да, это собственно и есть транспаренция, сертификат, да. Но просто здесь действительно есть вещи, которые нужно хранить в распределенных реестрах, и есть вещи, о которых говорит Станислав Витальевич, о том, что нужно ввести в централизованном реестре. Естественно, способ введения через технологию блокчейн, централизованный реестр тоже никто не отменял, и он тоже действительно в ряде случаев будет эффективен, но, наверное, все-таки не во всех. Но в ряде случаев будет эффективен. Но самый главный вопрос на самом деле, как организовать вот эти инфраструктуры. Вот этот самый главный вопрос. И действительно, это нужно реально рынку, это действительно так. Государство здесь может только помощь оказать, но вот инфраструктурное решение должен найти рынок. Коллеги, почему я, во-первых, я с аргументами вашими согласен почти со всеми, кроме ССЗ. Вот здесь я честно настаиваю на том, что не нужно здесь городить блокчейн для ССЗ. Вот честно не надо. А в остальном, почему я против слова блокчейн здесь? Потому что, к сожалению, как человек, который, по-моему, здесь единственный, наверное, который 5-6 блокчейнов российских сертифицировал, исследовал и понимал, что это стали весьма достойными хорошими системами. Я скажу, что многие, кто приходили потом со словами «А вот давайте блокчейн сделаем», они словом блокчейн, пытались акцент сместить с реальных проблем на технологию, которая вот как облачная подпись, которая вот все решит. То, что в реальности это все будет вполне там хорошие, понятные, но конкретные технологии с имплюсами и минусами, все понимают не сразу. Про блокчейн, вот там прям по очереди. Первое – медленная, малая скорость. Второе – сложность управлениями точками доверия. Третье о том, что мы все прекрасно понимаем, сроки действия ключей. Все в блокчейне – это подписанные данные. У этих самых ключей есть сроки действия. Управлять ими нереально сложно, потому что что делать блокчейном через 10 лет, когда сдохли все сертификаты этих самых нот, я не знаю. Ну, блокчейн – это одна из технологий, а прежде всего важна цель и бизнес-процесс. Вот цель и проблематику поддерживаю полностью. В том, что нужны эти реестры, тоже поддерживаю. А тут поддерживаешь самое сложное, о том, о чем говорит Федор Ильич, как выстроить цепочки доверия и технологию в целом, и как выстроить в целом эту структуру. Блокчейн – это технология, которая здесь может иметься в виду, но обязательно нужно думать о том, как решить проблему, а не о том, что мы сначала возьмем блокчейн, а потом придумаем, как мы его туда засунем. Потому что тогда будет у нас вместо пяти проблем шесть проблем. Как что делать с блокчейном, который тоже не работает? – Согласен. Коллеги, и, Санислав, раз уж ты сказал про сроки действия сертификатов, мы плавно переходим к третьему вопросу. Времени у нас осталось не так много, поэтому прошу по существу, не растягивая. Собственно, мы пришли в мир с длинными сертификатами. Вопрос, как мы будем с ними жить, что будет с ключами и с сертификатами удостоверяющих центров, как вообще это повлияет на жизненный цикл PKI классического. То есть, если у меня есть подозрение на то, что ключ мой скомпрометирован, я должен отозвать такой сертификат. А смогу ли я это сделать, скажем, через 11 лет при 12-летнем сертификате, когда ключи удостоверяющего центра, закрытые ключи, уже истекли? Как быть с этим, коллеги? Есть мнение? Давайте снова я начну. Да нет, я хотел бы для порядка уступить кому-то. Совершенно не бровь в глаз, совершенно правильный опрос, собственно, на мой взгляд, это единственный опрос, который сейчас требует серьезного решения, потому что остальное действительно решается, как совершенно точно сказал в начале Валерьевич, развитием сервисов ТСП, без которого, в принципе, это не может жить. А вот в части отзыва, да, здесь возникают несколько подходов, каждый имеет свои минусы. Возможно, есть еще один, которого я не знаю, но вот те, что есть. Первое – это закрыть глаза на возможность компрометации ключа после завершения правит-кьюч-период, считать, что пользователь действует в следствии с нормативными актами и удаляет свой ключ сразу же после истечения срока действия, и что он точно узнал, что его не компрометировал в этот момент. Ну, такая вот позиция в чем-то старусиная немножко, ну, вот как есть, то есть просто понимать, что дальше не будет аннуляция. Для этого пользователю нужно дать инструмент понятный. Инструменты есть, они понятные, но когда у нас сторона, мягко говоря, немаленькая с большим количеством людей, хоть один человек все равно использует их неправильно, будут ошибки. Даже вероятность ошибки там 1%, все равно придет к тому, что будет куча ситуаций, когда придется отзывать сертификат для случая, когда ключ компрометируем, ну, после окончания срока действия самого ключа. Это все равно будет. Неважно, какая технология используется, там токены с неизвлекаемыми ключами, совершенно неважно. Поэтому нужно вопрос решать. Вот в чем я полностью согласен, что не нужно его закапывать в сторону. Он решаемый. По сути, ничего страшного в том, чтобы средства подпаси доработать, чтобы они могли проверять цирейли и работать с рейлями, подписанными ключами от встречного центра другими, чем изначально использовались для сертификата, ну, ничего здесь нереального нету. Это нужно просто все это доработать. Как это доработать? Как учесть все нюансы? Учесть их заранее, я замечу, потому что мы сейчас будем действовать на опережение минимум в три года, потому что эти ситуации возникнут через три года и позже. Это вопрос очень нетривиальный, требующий очень серьезной проработки нормативной, технической и при этом заблаговременной. Ну и доработки с КЗИ, что, в общем-то, здесь, наверное, во многом наша работа, там, лицензиатов ФСБ России, она выполнимая, но нам нужно успеть еще все эти с КЗИ распространить, чтобы, опять же, потом не отключать проверки, кто выпустил ТРЛ, а чтобы эти проверки были наиболее правильно реализованы. Спасибо. Ксен Валерьевич, на ключевой дискуссии вы вчера сказали, что длинный сертификат без метки доверенного времени превращается в короткий сертификат. Просьба пояснить. Ну, я просто хотел еще сказать, вот продолжая выступление Станислава Витальевича, я полностью согласен, что проблема отзыва длинных сертификатов, она действительно есть, она существует, и даже понятно, как ее решать, да, то есть вот действительно приспособить средства электронной подписи таким образом, чтобы можно было подписывать списки КРЛ не теми сертификатами, не теми ключами с использованием сертификатов, а другими уже, которые пришли на смену. Здесь я полностью согласен. Я просто хочу здесь сказать немножко про другое. Даже если у нас, предположим, ключ будет скомпрометирован, и действительно его попытаются использовать в нелегитимных целях для подписания какого-то документа, то вот как раз метка доверенного времени – это еще одна наша ступень обеспечения безопасности. Потому что для того, чтобы подделать, полноценно подделать документ с использованием скомпрометированного ключа электронной подписи, нам нужно будет подделать и метку времени, поставить то время, когда, собственно, этот ключ электронной подписи действовал. Поэтому я бы все-таки сказал, что не так все плохо в этом плане, и что говорить о том, что проблема невключения в КРЛ, даже, ну, в настоящий момент длинных сертификатов, она какая-то вот, ну, действительно несет в себе глобальный источник угрозы безопасности. Тем не менее, конечно, надо искать вот эти механизмы, когда мы действительно будем включать в КРЛы длинные сертификаты на исходы их действия, когда уже все ключи просрочены, подписать КРЛы нечем. Это действительно так. Про вопрос, что длинный сертификат превращается в короткий, ну, в общем-то, в 63-м ФЗ мы же прямо указали, что действительным будет считаться на момент подписания. Если у нас момент подписания неизвестен, то на момент проверки. А в момент проверки ключ-то уже электронной подписи уже истек, поэтому, собственно, подпись будет признаваться недействительной, несмотря на то, что сертификат продолжает действовать. Да, спасибо. Александр Валерьевич, будут ли изменения в 895-й в части обязательности поля private key период? 795-й. Да, 795-й. Да, конечно, мы вот сейчас эти изменения готовим, у нас достаточно короткие сроки. Мы, во-первых, там изменения должны быть, должны быть появиться вот это поле со сроком действия ключа электронной подписи. Слава Богу, это указано в статье 18, и это мы можем сразу включить в 795-й. Но там есть ряд других вопросов, ряд других норм, которые появились. Это, в частности, про выдачу сертификатов филиалам и подразделениям иностранных юридических лиц, и там тоже существуют проблемы. Тоже 795-й надо править вот с этой точки зрения, чтобы дополнительные поля появлялись, в том числе поля, которые говорят о аккредитации, по-моему, как Федеральная налоговая служба нам говорит, о порядковом номере или ID-идентификаторе, который выдается соответствующему подразделению. Поэтому надо все сводить вместе, нам никто не позволит вносить последовательные изменения в 795-й. Мы вот сейчас все изменения сводим и пытаемся его быстренько принять. Я скажу о хорошем в дополнении, что на самом деле к этим нормам очень многое уже готово, потому что кроме самих средств, которые давно и расширение по развитию период умеют ставить, и в части ТСП меток давно новострились работать слаженно и безопасно, у нас еще и подоспели рекомендации по централизации ТК-26, которые мы приняли как раз в прошлом, если не ошибаюсь, в году, они стали рекомендациями в этом году, которые в части протоколов ТСП все описывают максимально подробно, и у нас кроме нормативной базы есть, вообще говоря, база еще раз стандарта теперь, да, так что и техническая база, и стандарты у нас есть, готовность к меткам времени у нас есть, и да, это нужно максимально теперь плотно расширить для того, чтобы долговременные сертификаты жили по-настоящему долго. Спасибо. У нас время уже поджимает, поэтому последние два вопроса в режиме БЛИЦ, буквально, коллеги, минута. на каждого, если кому есть что сказать, то готов послушать. Вопрос следующий, кто должен выдавать сертификаты служб ОЦСП, ТСП, ДВЦС, частично мы это обсуждали вчера на твоей секции, Стас, и проверка электронной подписи, кто, как ее должен проверять. Коллеги, по одной минуте. Ну, совсем коротко, четвертый вопрос обсуждали, и не хочется на него тратить время. А кто и как должен нашлять проверку подписи? Тот, кто хочет использовать электронные документы в правовых отношениях, тот и должен проверять подпись. Спасибо. Ну, я здесь все-таки выступаю за развитие института доверенной третьей стороны, и полагаю, что доля тех подписей, которые должны проверяться доверенной третьей стороной, должна быть достаточно большой для того, чтобы обеспечивать безопасность проверки этой подписи. Мы оба вопроса обсудили, на самом деле в предыдущих вопросах не так плохо. Я лишь подчеркну одну мысль о том, что при введении новых норм, при введении новых сущностей, при расширении области действия новых элементов, объектов, таких как, в частности, ДТС, необходимо также помнить о том, что существующие процессы, те, что опираются сейчас на действующие реализации, не удастся перестроить мгновенно, поэтому важно будет использовать, ну, действительно, не только операции на ДТС, развивающиеся, но также на существующие процессы, действительно, лишь стараясь максимально оперативно отсекать те способы их использования, которые вызывают у нас недоверие, которые вызывают проблемы. И иметь в виду, что протоколы ОЦСП и ОТСП уже работе в ТК-26, это то, что является хорошо технически проработанным, и их можно корректировать, можно менять, но применять их, конечно же, нужно, учитывая, бог с ними, с РФСИ, по крайней мере, российская рекомендация по статартизации, ну и, собственно, призываю всех изучать российские документы по статартизации, они написаны были для нас всех. Спасибо. Антон? Да, спасибо. Ну, я тоже по пятому вопросу хотел сказать. Понятно, что, согласен с Иваном Владимировичем, что проверять ее должен тот, кто участвует, собственно, в электронном документообороте, но здесь, мне кажется, у нас есть некоторая серая зона в законодательстве и вообще в понимании процедур проверки. Вот, например, что происходит с электронным документом в момент, когда электронная подпись под ним перестает быть действительной. Ну, то есть, например, сертификат истек или ключ кончился. Значит, вот электронный документ, который мы там два месяца назад подписали, значит, вдруг он же не прекращает свое действие. Это не означает, что мы с тобой, заключив договор, вдруг, значит, через два месяца у нас произошла отмена договора. Любой суд, да, вот мы там две недели назад смеялись над Канадой, где, значит, Эмот, где большой палец вверх, там был признан простой. Антон, минута, прошу. Да, значит, вчера там или на днях у нас тоже там было аналогичное признание. Да, да, Верховный суд признал, значит, что это подтверждение. То есть, вот мне кажется, что вот эти вопросы нужно прояснить и отрегулировать, возможно, нормативно именно, что происходит с документом, электронная подпись, под которым формировалась действительно правильно, но в настоящий момент недействительно, какой у него статус. Спасибо большое. Андрей Андреевич, все-таки коротко по четвертому вопросу. Вот есть такое, скажем, некоторое убеждение, что CSP и DVCS должны быть частью ДТС. И не очень понятно, зачем нам развивать эти службы в отдельном формате. Именно с этим связано, на мой взгляд, то, что эти службы сейчас нормативно не урегулированы, потому что CSP это действительно отдельный сервис, да, вернее, служба времени отдельный сервис, CSP это протокол, как нас только что научили. Как нас правильно поправили. Да, спасибо, да, спасибо коллегам. Вот. А все-таки служба проверки действительности сертификатов и сервис DVCS такое ощущение, что все-таки они должны войти в единый сервис ДТС. И чтобы двигаться дальше по регулированию, вот нам надо подтвердить эту гипотезу или же все-таки принять другую гипотезу, что эти службы имеют право на самостоятельное существование. И вот я как раз предлагаю, чтобы широкая общественность на эту тему подумала, чтобы следующий транш изменений в 63 ФЗ вот на эту тему был, конечно, такой осмысленный и уверенный. Спасибо. Спасибо. Ну, дискуссия у нас получилась очень живой. Я хочу попросить прощения, что не осталось времени на вопросы. Ну, а всех участников и зрителей хочу поблагодарить. Спасибо большое. Спасибо.